друзья добрый день второй топ в нашей истории про то что купить какие автомобили лучшие какие автомобили худшие в каком-то конкретном бюджете сегодня мы разбираем бюджет 500 тысяч рублей ну естественно будет разбираться немножко там плюс-минус типа там 450 550 чтобы была хоть какая-то подвижность у нас в этом деле и как обычно давайте начнем с того что является худшим вариантом покупки в этих деньгах на мой взгляд и первая же рекомендация будет точно такая же как и в первом топе где мы рассматривали автомобиль за 300 audi bmw и mercedes за 500 тысяч покупать не стоит никакую вообще не нужно забудьте потому что опять же тот же самый принцип что обслуживание даже исправного экземпляра вам будет стоить дороже чем 10 процентов стоимости автомобиля в целом то есть опять же 70 100 тысяч рублей это довольно таки дофига для этого бюджета чтобы тратить на тачку в год и поэтому собственно и отказываемся и да даже бмв копейка которых в 500 тысяч дофига даже она сюда не попадает не найдете вы живую за 500 туда же отправляются и премиальные японцы инфинити и lexus только немножко по другой причине не обслуживание их стоит прям дорого дело в том что за 500 вы живой финик и лексус не купите ну либо это будет просто один на миллион просто вариантов и не стоит уповать на то что вы будете тем самым счастливчиком который найдет живой лексус допустим а из 250 за 500 тысяч рублей да ну не бывает их таких они там все мертвые уже и даже по кузову с документами куча вопросов там и так далее поэтому финики и лексусы в ту же самую степень следующим претендентом название худших будет вас и когда за 500 тысяч рублей продается вас и народ его активно покупает это практически новые калины там типа 450 тысяч рублей не стоят в жирных комплектациях там калина кровос там и так далее ну и так далее короче веста там сейчас уже есть пробегом за эти деньги и в целом вас я не советую покупать затем уже жалко отдавать 500 там 550 тысяч рублей за продукцию нашу любимую отечественную да и те варианты которые я предложу уже к концу этого видео как на мой взгляд намного лучше чем все то что делает вас но и последними в разряд того что покупать не стоит нас отправляется заядлая троица конкурентов это мандео четвертого поколения это посад b6 поколения и mazda 6g h потому что за 500 и 550 тысяч рублей вы купите там только дрова и палки в любом случае из этих трех моделей они все будут одинаково уставшими и на них на все исправные нужно ну там хотя бы 650 тысяч рублей следующим у нас идут автомобили которые купить можно но я бы не советовал бы это делать давайте разберемся поконкретнее и первая тачка которая вот является в этом списке это lancer 10 они есть они есть за 450 500 там тысяч рублей но это за эти деньги уже этот автомобиль покупать не сильно хочется да и у него есть проблема он угоняемый у него довольно дорогие кузовные запчасти из-за чего он угоняемый ну и так далее то есть это тот автомобиль который ну я бы не хотел покупать это не тот 9 lancer который был прям крутой в свое время и который крутой в своем ценовом сегменте за 500 десятку ну такое туда же отправляются и мои любимые volkswagen jetta 5 golf 6 и octavia 2 рестайлинг потому что ну вы может быть найдете что-то там на палочке типа jetta за 550 она будет голенькая то есть на них все-таки лучше уже там 600 650 тысяч рублей будет прям огонь будет прям хорошая комплектация будет то ради чего стоит покупать volkswagen покупать его в базе ну такое можно купить но не стоит вот 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 такая вот эта вот рубрика такая что не лучше подкопите предпоследним претендент на эту категорию нас это astra j и да они есть там живые но опять же astra j это ну такое типа там автомат который ломается и он ну не стоит не стоит опель своих денег не стоит за эти деньги можно купить что-то намного лучше без такого геморроя с технической частью потом без такого же геморроя продать автомобиль и так далее astra j это в целом автомобиль который я не сильно рекомендую покупки но и закрывает этот раздел того что купить можно но не стоит популярные корейские кроссоверы типа туксан из портреч второго поколения они как бы есть за эти деньги но во первых вы потратите дофигища времени чтобы найти этот автомобиль грубо говоря и они по расходу ну там старые моторы атмосферные жрать будут дофига бензина и они нормальные с ними можно то есть если вы хотите именно прям кроссовер кроссовер то ну наверное этот вариант можно рассмотреть но очень трудно затраты по поиску прям очень много придется вам перерыв всяких говна и палок чтобы найти нормальную тачку и в целом это такое тем более в следу вот сейчас мы будем говорить про те автомобили которые стоит купить и там будут кроссоверы ну и что же вот он топ-10 именно того что я считаю лучшими автомобилями в этом бюджете в этих деньгах и самой разумной покупкой напомню вам еще что я на все автомобили которые я рекомендую покупки я соберу вам ссылки на автору чтобы вы могли зайти и посмотреть посравнивать именно конкретной модели если вам что-то из этого всего приглянется первая тачка которая у нас открывает собственно этот топ это chevrolet cruz да за эти деньги его можно купить это очень популярный автомобиль я не люблю cruz но чисто от того что он настолько популярен в этих деньгах у нас что ну я просто не мог его сюда засунуть если я покупал cruz я покупал бы 16 на палке самый простой потому что 18 он постоянно голову выносит на автомате там типа куча проблем что автомат сам по себе умирает отваливается там есть проблемы с передней подвеской но именно поэтому он на десятом месте что купить его можно они живые существуют но такое не знаю просто чисто за счет данью уважения того что это очень популярный автомобиль на нашем рынке я не мог его не включить в этот топ девятое место это как раз таки для тех кто хочет кроссовер nissan qashqai но здесь нужно оговориться что за пятьсот пятьдесят тысяч рублей скорее всего вы купите что-то базовое скорее всего это будет механика скорее всего это будет 2 литра если повезет в нормальной комплектации но вряд ли вы купите вариатор вариатор будет мертвый уже в этих деньгах да и вариатор я с целом не советую то есть если вам нужен кроссовер в регион чтобы было чуть-чуть повыше побольше места в салоне там типа детей возить там коляску куда ему затолкать там и так далее и у вас есть на это пятьсот пятьдесят тысяч рублей то в целом можно рассмотреть qashqai вполне себе достойный автомобиль а если у вас режим эксплуатации чуть-чуть пожестче чем городской то вот вам следующий кроссовер рено дастер восьмое место заслуженная да и но за 500 тысяч рублей у вас будет ну такое это будет первые года выпуска это будет в целом средняя комплектация вы не купите дизель на эти деньги по на полноприводный не рассчитывайте но в целом дастер который поездит который будет еще живой хороший и будет еще у вас там какое-то несколько лет радовать да и можно купить за деньги это вполне себе нормальный автомобиль не считая опять же треклятого l4 автомата и так далее на механике можно смело покупать да и дизельный тоже можно покупать единственное что на дизель надо там ну 600 хотя бы седьмое место восьмой севик бабам и сейчас такие за 500 восьмой севик ты с ума сошел но за 450 его можно купить его реально можно купить за 450 и у него есть только одна проблема что живых их очень 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 мало действительно восьмой севик найти чтобы он был прямо в хорошем состоянии чтобы вы могли спокойно отследить его историю обслуживания как с ним вообще что он как по технике чтобы у него было подтверждение пробега чтобы он был не вид и чтобы были понятные вменяемые владельцы и так далее это очень редкая история потому что ну судьба у них такая что их прям вот убивали как могли и молодые пацанчики прям в их на них ездили и так далее но если вы найдете действительно хороший севик все будет прям огонь шестое место ford focus 2 в рестайлинге и это вот вот севиком они рядом ходят тоже это четыреста пятьдесят тысяч рублей за хороший экземпляр но фокусов живых больше кстати говоря потому что фокусы довольно часто все таки покупались в семье как вы помните это самый популярный автомобиль это бестселлер 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 вообще иномарок на то время когда он появился и соответственно их покупали в семье на них ездили просто обычные люди и они есть живые просто чтобы их найти нужно перерыть кучу такси кучу коммерции кучу убитого хлама там и так далее но это достойный автомобиль за эти деньги и он вправе занимать то место которое он занимает здесь его можно покупать пятое место volkswagen polo да почему нет почему нет классный автомобиль действительно это клёвый полик он конечно же не имеет никакого отношения к фольксвагену потому что это чисто автомобиль который сделан под российский рынок и к полу к европейскому хэтчбеку он но очень мало чего он там общего имеет но это достойный автомобиль за свои деньги и за 450 500 тысяч рублей можно купить прям хороший жирный прям клёвый экземпляр который будет довольно таки долго ездить а дальше третье четвертое место у нас делят одинаковые автомобили это hyundai solaris и kia rio почему я им дал два места я считаю их абсолютно одинаковыми тачками но какими они собственно в техническом плане является потому что для меня автомобиль в первую очередь техника но народ все-таки благодаря маркетингу маркетологом они реально разделяют то есть у нас довольно таки часто в подборе бывают люди которые хотят именно рио но солярис ни в коем случае вы что вы посмотрите на него и наоборот те кто хотят солярис но рио не 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 я хочу именно солярис это технически это абсолютно одинаковые автомобили но так как у нас разные модели им собственно и отдается два места что я здесь могу сказать ну блин они бестселлеры нашего текущего времени как раньше ford focus там свое время был королем сейчас солярис и рио просто ну просто разорвали весь наш рынок и кто бы что не говорил что какие они там деревянные пластиковые без шумоизоляции кредиты тошнотные траляля это те автомобили которые когда они появились в одиннадцатом и в двенадцатом годах они просто порвали рынок hyundai дал нашему рынку то что от него требовалось очень сильно дешевый автомобиль с достойным качеством сборки и с достойной надежностью который он реально просто тупо ездит и все и при этом он выглядит современно классно солярис рио рекомендую второе место киа цирата да действительно хороший автомобиль седан вместительный просторный для семьи все классно за эти деньги можно купить ну там за 550 можно купить и на механике и на автомате практически в любой комплектации с ним все будет классно действительно надежный автомобиль действительно все клево единственно что их как бы как любого друг как любых других популярных автомобилей их очень много на рынке просто уже физически уставших но никаких засад технических особо там нет и заслуженное второе место чуть-чуть-чуть проиграл он все-таки первым а на первом месте неожиданно киосит первый рестайлинг и вы такие погоди какой на втором месте с рад одинаковые же автомобили а в том то дело что нет это разные автомобили платформа у них плюс-минус похожие да но сид во-первых хэтчбэк во-вторых у них отличие в задней подвеске у седанного рычажка у цирата балка это важно потому что сид себя ведет по-другому и несмотря на то что в стране у нас популярные седаны я все-таки за хэтчбэк здесь конкретно в этом случае и плюс еще всегда в том что за одинаковые деньги с цирата вы в случае седом сможете позволить себе комплектацию чуточку получше и состояние чуточку получше чем у цирата просто потому что он изначально стоил чуть-чуть дешевле чем цирата в салоне новый как сейчас они собственно и стоят да действительно за 500 тысяч рублей 450 500 я лично считаю что киосит в первом рестайлинге это самый лучший автомобиль потому что он понятен совершенно с точки зрения обслуживания он не принесет вам каких-то серьезных прям неожиданных вещей на много денег вы легко его потом сможете продать он ликвиден на него существует куча запчастей куча сервисов да и это приятная машина в целом в нем есть совершенно все опции которые вам нужны это совершенно полноценный семейный автомобиль где вы можете спокойно вдвоем со своей женой либо супругом и с детьми сзади куда-нибудь поехать в какое-нибудь путешествие в тот же самый там на юга на наши российские ну и так далее это вполне себе нормальный автомобиль для современной жизни который не будет вам доставлять много геморроя и я считаю его лучшим действительно так и есть ну на этом все вот такой у нас топ за 500 тысяч рублей давайте обсудим все дела в комментариях напишите где вы со мной не согласны кстати говоря мне интересно почитать ваше мнение ставьте лайк если вам понравилось подписывайтесь обязательно на канал скоро будет новый топ и новые видосики не пропустите ничего да и все увидимся пока